Книга «Открытым оком», том 4, тема «Пища», вопрос 1330, исход 12.15. Семь дней ешьте пресный хлеб, с самого первого дня уничтожьте квасное в домах ваших. Ибо кто будет есть квасное с первого дня до седьмого дня? Душа та истреблена будет из среды Израиля. Исход 12.20. «Ничего квасного не ешьте, во всяком местопребывании вашем ешьте пресный хлеб. Значит ли это, что хлеб дрожжевой магазинный есть нельзя?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Вот разумение Библии мирским человеком. У него все плотское и до ужаса смешное. Все заповеди, даже ветхозаветные, даны были грешному человеку для исправления не желудка его, но души. Евреям 10.1. «Закон, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей, одними и теми же жертвами, каждый год постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящих с ними». 1 Коринфянам 5.7.8. Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас. «Посему станем праздновать не со старую закваскою, не с закваскою порока и лукавства, но с опресноками чистоты и истины». Если бы закваска была вредной, тогда было бы повеление истребить ее навсегда, а не на семь дней в году. Что же вы так приземленно, утробно так рассуждаете, совершенно не видя никакой сакральности в заповедях Господних? Закваска образно указывает на грех, а во Христе нет греха, он бесквасен. 2 Петра 3.16. «Как он говорит об этом, и во всех посланиях, в которых есть нечто неудобо вразумительное, что невежды и неутвержденные к собственной своей погибели превращают, как и прочие, писания». 1 Коринфянам 2.14. «Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием, и не может разуметь, потому что о сем надо бы насудить духовно». 1 Коринфянам 14.37. «Если кто почитает себя пророком или духовным, тот доразумеет, что я пишу вам, ибо это заповеди Господни». 1 Коринфянам 1.9. «Посему и мы с того дня, как о сем услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном». 1 Коринфянам 3.16. «Слово Христово довселяется в вас обильно, со всякой премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословиям и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу». «Слово Христово довселяется в вас обильно, со всякой премудростью.